Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами совершим виртуальное путешествие по тропам Дальнего Востока вместе с замечательным человеком, известным исследователем нашего края Владимиром Клавдевичем Арсеньевым. Знаменитого исследователя Дальнего Востока, ученого и писателя, многие искренне считают дальневосточником. По сути, это так и есть. Он прожил на восточной окраине России во Владивостоке и Хабаровске 30 лет, но родился на противоположном конце империи, в столичном Санкт-Петербурге. По примеру своих вдохновителей, путешественников-офицеров Пржевальского и Невельского, Арсеньев избрал военную карьеру. В 1891 году он поступил в 145-й Новочеркасский пехотный полк, а два года спустя в Петербургское пехотное юнкерское училище. В 1900 году Арсеньев подал прошение о переводе на почти неизученный в то время Дальний Восток. В следующие годы офицер-путешественник ходил в короткие экспедиции. Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов Арсеньев участвовал в разведывательных операциях, был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. 22 декабря 1905 года Арсеньев был переведен в Хабаровск, в штаб Преамурского военного округа. После поражения в Русско-японской войне было решено осваивать территорию Дальнего Востока. В 1906 году Преамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер выделил средства на первую большую экспедицию. В нее отправили штабс-капитана Владимира Арсеньева. Во время экспедиции команда Арсеньева изучала горную область Сихоты-Алиня от залива Святой Ольги до бухты Терней и систему истоков реки Уссури. Летом 1906 года группа встретила в тайге нанайского охотника Дирсу-Зала. Дирсу стал проводником и другом Арсеньева, а позже и героем его книг. В следующей экспедиции 1907 года Владимир Арсеньев продолжил изучать восточные склоны Сихоты-Алиня и бассейный рек Иман, сегодня Большая Уссурка, и Бекин. Во время экспедиции Арсеньев привел в единую систему географические наименования Дальнего Востока. Кроме того, ученый выделил две климатические зоны – восточную морскую и западную, более континентальную, а также установил границу, где южная манчжурская флора резко переходит в северную охотскую. Арсеньев описал быт и верование коренных народов Преамурия – удегейцев, тазов, орочей, нанайцев. Многие годы он работал над монографией «Страна УДХЭ», которую считал главным трудом своей жизни. После смерти Арсеньева уже практически готовая рукопись была утеряна, так и не увидев свет. С 1910 по 1919 год Владимир Арсеньев параллельно с военной службой работал директором Хабаровского краеведческого музея. Ученый встретился со знаменитым норвежским путешественником Фритефом Нансеном, когда тот посетил Хабаровск в 1913 году. После переезда во Владивосток в начале 1920-х годов Арсеньев заведовал этнографическим отделом Приморского музея, который сегодня носит его имя. Обширный материал, собранный им во время экспедиции, пополнил коллекции не только Хабаровска и Владивостока. Многие предметы Арсеньев отправлял в дар Антропологическому музею Московского университета, Этнографическому музею Казанского университета и Этнографическому отделу Русского музея. За материалы, отправленные в Вашингтонский музей, путешественника испрали членом Вашингтонского национального географического общества. Всего Владимир Арсеньев состоял более чем в 20 научных обществах, включая Русское географическое общество и Британское королевское географическое общество. В 1920-х годах ученый побывал в экспедициях на Камчатке, Командорских островах, прошел по маршруту Советская гавань – Хабаровск. Он преподавал и читал выездные лекции, консультировал кинематографистов и писал книги. Его книги по Уссурийскому краю и Дирсу-Узала были очень популярными у читателей. Владимир Арсеньев умер 4 сентября 1930 года от пневмонии, которой он заболел в экспедиции. На собранные им сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто путешественники, открывающие для себя дикий и прекрасный Дальний Восток. Редактор субтитров А.Семкин